Гречневая каша, да с белыми грибами, возмутительно вкусно. Всем привет, с вами я Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. Вот в этом выпуске я вам рассказывал про потрясающую гречневую кашу с потрошками. Сегодня речь пойдет о каше с грибами, опять о гречневой. И опять все те же самые режимы духовки, которые имитируют русскую печь. Несмотря на длительное время приготовления, рецепт чрезвычайно прост. Пройдем на рабочее место и приступим. Итак, стакан подготовленной гречки и стакан белых сухих грибов. Лучше всего в этом рецепте звучат именно белые и обязательно сухие грибы. Все дело в том, что при сушке вкус гриба чрезвычайно, чудовищно концентрируется. И свежие грибы и близко не дадут того аромата, который нам нужен. Что касается подготовки гречки. Подробную рецептуру этого действия я давал в предыдущем выпуске про кашу. В начале ролика я об этом упоминал, так что там и смотрите. Ну, а здесь будет, так сказать, факультативно. Из расчета одно яйцо на стакан крупы, яйцо разболтать, смешать с крупой, выложить тонким слоем на противень, просушить в духовке. Хранить можно в хорошо закупоренных банках. Грибы надо нарезать небольшими кусочками. Особенно мельчить смысла нет, но и чересчур крупные куски тоже, на мой взгляд, будут не очень хорошо. Ориентируйтесь, в общем, на свой вкус. То есть, делайте очень мелко, вкус грибной будет, может быть, чуть-чуть насыщенней, но зато на зуб ничего попадаться не будет. Покрупнее кусочки можно будет обнаружить в каше, и на мой взгляд, это классно. А теперь закладываю все в глиняный горшок. Грибы, крупа, вода и соль. Хорошенько смазываю края горшка растительным маслом. Если не смазывать, то тесто слишком сильно может приклеиться. А теперь делаю прокладку из теста. Состав вы можете посмотреть в описании этого видео. О подробности приготовления этого теста вот в этом выпуске. Обязательно появится какой-нибудь комментатор с претензиями. Чего это ты все время в разные ролики отсылаешь? Неужели нельзя в одном этом показать? Обращаюсь лично к такому комментатору. Камрад, тебе хрен угодишь. Когда я все эти повторяющиеся операции в каждом ролике показывал, ты мне претензии предъявлял, что я опять повторяюсь, и все это уже было. Ну вот, в таком виде можно отправлять в печь. Температура 150 градусов. Лампочка у меня в духовке перегорела. Все никак не соберусь пойти в магазин, да найти на замену что-то. Ну, встретимся через полтора часа. Итак, полтора часа прошло, и я только что убавил температуру в духовке до 110 градусов. Хочу вам напомнить такой важный момент. Если вы будете готовить эту кашу в металлическом чугунке, то вам убавлять температуру нужно будет не через полтора часа, как это сделал я, а через час. Потому что металл обладает существенно более высокой теплопроводностью, чем глина. Прошел еще час, и каша уже почти готова. Пора заниматься заправкой для нее. Я опять, как и в случае с прошлой кашей, использую лук. На мой вкус жареный лук идеально сочетается с гречкой. Только жарить надо до румяности, чтобы резкие вкусы и запахи ушли, а луковые сахара карамелизовались. Как и в прошлый раз, я использую яйца в качестве добавки гречневой каши. Только сегодня у меня будет не одно, а два яйца на стакан гречки. Засекаю 7 минут. А вот чеснока сегодня не будет, зато будут сливки. Стакан сливок надо довести до кипения, но не кипятить. Про лук не забываем. Сгоревший может нам испортить всю обеднюю. А кашу уже можно вытаскивать из духовки. Открывать пока не буду, пусть настаивается. Лук я жарю на сливочном масле, он добавит сладости. Сливки тоже придадут такой сладковатый привкус. Яйца готовы. Залью их холодной водой, чтобы немного остыли. И лук тоже уже готов. Смотрите, какой красивый. Да и сливки тоже. Ну что, пора скрывать горшок. Так. Ах, какие запахи, а! Потрясающе! Сносит голову на раз. Сразу же сюда сливки. И перемешать. Потрясающе! И накрой обратно крышкой. Пусть парится. А сам тем временем почищу яйца. В прошлом выпуске про кашу показывал вам этот скоростной метод. Все очень просто. Балка наполовину заполненная водой. Крышка. Немного энергично потрясти. Очень удобно. Особенно мне нравится, что даже мелких осколков скорлупы на яйцах не остается. Яйца надо покрошить. Размер выбирайте сами, кому что больше нравится. Мне больше по душе, когда кусочки довольно крупные. А теперь собираю все воедино. Лук и яйца. И перемешать. И проверить на соль. Солью, пожалуй, можем добавить немного. Чтобы вкус стал ярче. Вот так. И можно уже накладывать в тарелку. Как она пахнет. Как она пахнет. Вы не представляете. Снимать пробу. Каламбур получился. Что я могу сказать. Сухие белые дают чудовищно сильный аромат. Очень мощный, насыщенный вкус. Из-за сливок. Из-за жареного лука. Каша имеет яркий такой сладковатый привкус. Это не сладость сахара, как такового. А просто очень вкусные гречневые крупы. Каша долго парилась в духовке. Хотя, конечно, не так долго, как мне бы хотелось. Всего три часа. Но все-таки из-за того, что она долго парилась в духовке. Она очень мягкая такая, нежная. Да нет, мягкая не то слово. Она как пена. Знаете, как легкая-легкая воздушная пена. Насыщенная всеми тем ароматами. Мне очень нравятся такие режимы готовки. И очень нравится то, что получается после применения подходов, аналогичных подходам русской печи. И жареный лук здесь на месте, и сливки, и масло. Все это очень хорошо. А все вместе это создает мощно звучащий вкусовой аккорд. Это нереально вкусная каша. Берите метод на вооружение и наслаждайтесь. Понравилось? Не забудьте поставить палец вверх. И поделиться этим видео с друзьями. А еще лучше. Приготовьте такую кашу и угостите ваших друзей. Они будут рады. Давайте пропагандировать вкусную еду. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok